Он из тех, кто ковал победу в тылу. Леониду Афанасьевичу Ширяеву в 41-м было 14. Во время войны он работал в колхозе Ивановской области. На его детских плечах лежала огромная ответственность. Сельчане кормили солдат на фронте. Труженик тыла вспоминает, в день нужно было обработать 32 сотки земли, а они с 12-летней сестрой убирали полгектара. Надо было скосить, потом навязать с ржи или с пшеницы пояса, потом вот сестренка, я косил и пояса вязал. А вот сестра шла и эту рожь или пшеницу собирала, клала на поясок, вязала в снопы, а после снопы надо было сносить в крестцы и складывать, чтобы она там дозрела и от дождей колось, чтобы спрятать. Победу Леонид Афанасьевич встретил в Москве, будучи студентом Московского энергетического института. 9 мая 45-го до сих пор отчетливо всплывает в памяти. Красная площадь, полная людей и яркий праздничный салют. Очень красиво было. Вот там прожекторов я не знаю сколько, может быть 500, может быть вокруг Москвы стояло. Все прожектора раз кверху, какой-то по команде, а потом вот так начинает крутить корзина разноцветная, вот крутится над площадью. Накануне победы юбилейные медали получили 8 тружеников тыла Ленинского района. В те жестокие военные времена именно они были главной надеждой и опорой фронта. Для всего народа нашей страны это величайший праздник. Почему он величайший? Потому что мы отстояли независимость от фашистского ига и не только отстояли свою независимость, но и помогли всему народу земного шара избавиться от этой коричневой чумы. Ученики 12-й школы устроили для ветеранов праздничный концерт. Ребята сделали все, чтобы показать ветеранам. Для молодежи это тоже великий праздник. Праздник, объединяющий все поколения. Много очень людей воевало и были большие жертвы, потери. Победа это грандиозное событие. Можно спокойно жить, никто не воюет. И у всех все есть. Когда это счастливые лица. Мне очень приятно, когда видеть счастливых людей, когда идут по улице. Главным подарком самарским ветеранам стала знаменитая Катюша. Песню исполнили всем залом. Приходила нами Катюша, на высокий ветер. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События.